Микс Ньюс Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые слушатели, кинолюбители, те, кто ходит в кино, смотрит кино дома, не знаю, на планшетах, на смартфонах, кто в курсе событий, новинок, следит за тем, что происходит в мире кино. Олег Пек в студии, начинается программа «Синема», и сегодня со мной в студии кинолюб, киновед, я бы даже не побоялся этого слова, Наталья Яценко. Добрый вечер, добрый день. Привет, Олег, здравствуйте. И перед тем, как мы начнем рассказывать, ну, точнее, рассказывать буду не я, Наталья, больше, а поговорим о Берлинском кинофестивале, два слова вот для тех, кто русское кино, российское кино ждет, смотрит. И 17 марта будет встреча с Юрием Быковым, режиссером, который снял фильмы «Майор», который снял такой нашумевший фильм, как «Дурак», недавний, относительно недавний, вот его прошлая работа была «Завод». Он представит свою новую ленту «Сторож». Должна была встреча состояться еще, по-моему, неделю назад, ну, на неделю раньше, но перенесли ее на 17 марта, и у вас еще, наверное, есть возможность приобрести билеты на эту встречу, потому что сам режиссер будет встречаться, рассказывать о своем фильме, и вы сможете пообщаться и задать все интересующие вас вопросы. Интересно, что в фильме «Сторож» он играет одну из главных ролей, он же самый автор сценарии, режиссер, то есть такой авторский, можно сказать, проект. Ну, а сейчас перейдем, действительно, к недавно завершившемуся Берлинскому кинофестивалю. Сразу вопрос, насколько, ну, вот эта эпидемия COVID-19 отразилась ли каким-то образом на показах, на ажиотаже зрителей, интересе зрителей к этому фестивалю? По сути, не отразилось никак, хотя я в ожидании фестиваля перед поездкой, естественно, смотрела новости, изучала ситуацию, насколько там это все серьезно будет, да, и все ли ходят в масках на кинопоказы. Но, по сути, на месте обнаружилось, что там достаточно все спокойно, организованно, ну, как у немцев, наверное, все так практично, рационально, да, да, да. Поэтому, то есть, естественно, какие-то меры, вероятно, они предпринимали, да, вот, но в любом случае, насколько статистика свидетельствует самого фестиваля, что в этом году наибольшее количество билетов куплено зрителями, то есть, поскольку на Берлинале и показы в рамках фестиваля можно также приходить простому зрителю с улицы, да, покупая билеты, вот, и там было где-то за 330 тысяч билетов куплено за 10 дней фестиваля, да, простыми зрителями, это также туристы были приезжающие специально на фестиваль во время фестиваля в Берлин, вот, и количество посетителей, посетивших кинофестиваль и кинорынок европейский профессионалов было заявлено как 22 тысячи, и это там, ну, минус 150 человек, которые из азиатских стран, к сожалению, не смогли приехать. Ну, по видимой причине. Так что, в принципе, ажиотаж был, тем более, это был юбилейный фестиваль, 70-й, и я полагаю, что интерес зрителей немножко превысил панику над вирусом. Ну, Берлинский кинофестиваль, он котируется как фестиваль уровня А, и это, ну, наверное, после Каннского, Венецианского фестиваля, ну, получается, третий, да, после какой-то такой вот, ну, значимости, громкости имен. Я, мне трудно ранжировать эти три главных кита по превосходству, да, они просто, может быть, по временным рамкам, да, можно сказать, что и Канны второй фестиваль, да, и предпоследний закрывающий, так сказать, вернее, последний закрывающий, это уже Венецианская Биеннале, да, с которого уже все стартуют дальше на Оскар. Вот, поэтому мне сложно сказать, что, насколько кто из них главнее, но Берлинале просто, он открывает год, и какие-то картины, которые соответствуют тематике фестиваля, как известно, это очень остро-социальное, политическое, местами экспериментальное кино, да, которое приветствуется именно на этом фестивале и вставляется в программу, да, как в конкурсную, так и в великое множество других программ, которые еще в этом году добавились даже. Вот, поэтому фестиваль просто имеет свою определенную тематику, и под этой гидой оно уже рассматривает кино, которое заявляется уже на фестиваль. Насколько этот фестиваль открыт? Вот, просто уже прозвучало, что можно было бы купить билеты, 330 тысяч, вот, обычно все-таки мы как будто бы смотрим на все эти красные дорожки, все, что-то такое, ну, как будто бы с галерки. А вот насколько он делается для кого? Для звезд, для кинорынка или для зрителей? Делается, естественно, для того, чтобы показать как можно больше интересного авторского нового экспериментального кино. Понятное дело, что как бы заинтересованы и в простом зрителе, что им также предоставляется такая возможность, да, например, на Каннском кинофестивале такой возможности нет, как мы уже ранее при встрече предыдущей упоминали, да, Берлина, или один из фестивалей, на который может приехать любой или во время фестиваля, находящийся в Берлине, прийти купить билет либо заранее через онлайн, у них очень удобная система продаж, вот, либо непосредственно на месте проведения сеансов, да, за час до прийти в кассу и, ну, по возможности приобрести, да, то есть неопределённое, так сказать, время и усилие надо, это самое, надо предложить, приложить, да, вот, и предложить тоже. Поэтому в данном случае, то есть, конечно, изначально фестиваль, поскольку он профессиональный и класса, он предназначен для профессионалов от киноиндустрии, и также проходит один из крупнейших кинорынков европейских, вот, где покупается, продаётся кино, не обязательно из программы кинофестиваля, но это площадка, на которой, соответственно, могут встретиться прокатчики, дистрибьюторы, заказчики, продюсеры и так далее, вот. Также в этом году, например, там вот и на Каннах, по-моему, в прошлом году даже отдельной программой идут сериалы, то есть это уже как отдельная программа выделена, да, и там уже можно, так сказать, посмотреть пилотные серии новых сериалов, вот, например, в рамках Берлинали, я, к сожалению, не смотрела, но в программе сериалы, так и называется программа Берлинали сериалы, была показана пилотная серия нового сериала от Даниэла Шазеля, как нам известно, создатель Ла-Ла Ленд, и Выплэш – это одержимость, да, по-русски. А получается, что это тоже открыто для зрителей или это все-таки более успециализировано для тех, кто собирается закупать эти сериалы? Так, я не помню про сериалы именно, были только показы для прессы или были также для возможностей для зрителей, по-моему, были, да, Да, потому что, как правило, прокатывают несколько раз фильм, то есть есть отдельный закрытый показ, их может быть несколько, ну, в частности, это конкурсная программа, да, для журналистов, прессы и так далее, критиков в том числе, и также отдельные показы, которые делают для широкой публики. По-моему, сериалы все-таки были, да, потому что я как раз-таки хотела, как журналист, получить билет, там надо было доставать их заранее, вот, и, к сожалению, там уже были, наверное, разобраны то количество билетов, которые для прессы предлагалось на публичный показ, было уже до меня разобрано. Я помню, насколько в Москве, вот, в 80-е годы, когда я учился, в каждый фестиваль, ну, в московский кинофестиваль, или, например, там просто были недели, там, американского, французского, британского кино, это было всегда просто, ну, в условиях, скажем, такого дефицита информации, и отбиралось для проката все-таки не так много фильмов, которые можно, вот, это возможность посмотреть фильмы, которые ты знаешь, что уже все, точно не увидишь. Не было ни платформ, не было ни там торрентов, условно говоря, где там можно было что-то скачать. Был страшный ажиотаж. Я помню, насколько вот студенты занимали очереди ночью, стояли, выдержали эту очередь, утром открывались кассы, все штурмовали. Еще были, да, октября, второй, тридцать третий и так далее. И для того, чтобы посмотреть, вот, «Империя наносит ответный удар», вторая часть, вот, «Звездных войн», я очень хорошо помню, что стоял вот именно сутки в очереди, после чего я пошел, этот билет был на следующий день, который я взял, и я пошел на Спилберга «Ответственные контакты третьей степени», я заснул на этом фильме, не потому что фильм был скучный, а потому что я сутки не спал, то есть это было такое испытание. Вот насколько такое же или все-таки, ну, как бы спокойнее относятся, ну, вот, немецкие зрители к Берлинале? Ну, судя по тому, кто находился, как правило, в кинозалах, да, очень большая часть, конечно, было немецкоговорящих людей, да, ну, как бы... А, ну да, в принципе, можно было по бейджам понять, кто является представителем, скажем, прессы, да, и кто пришел просто как зритель. Мне кажется, достаточно большое количество людей, особенно местных, присутствовало на показах, но поскольку в том числе я была и на публичных показах, и там, наверное, половина зала, да, вот, и какая-то часть людей, которые, скажем, не могли попасть, или у них не совпало по времени с графиком, да, попасть на пресс-показ, и они, соответственно, посещали, вот, или пользовались возможностью прийти на публичный показ и посмотреть со всеми простыми зрителями, да. Вот, мне кажется, что немцы проявляют достаточно большой интерес, к тому же в программе фестиваля также есть отдельная рубрика, это перспективно немецкое кино, да, я полагаю, что, как в любой стране, все патриотично настроенные всегда будут болеть за свой кинематограф, да, и посещать, и смотреть его, ну, немецкое кино вообще как таковое тоже достаточно хорошо известно и в мире, и не только благодаря актерам, но и режиссерам, да, поэтому мне кажется, что в данном случае, да, то есть поддержать свой кинематограф, да, и в том числе узнать что-то новое из иностранного кино, обычно зрители ходят часто регулярно и много, ну, и к тому же много возможностей, и много площадок где смотреть, то есть в этом году там действительно было очень много площадок с большим количеством кинозалов, где можно было посмотреть одновременно совершенно разное кино и из разных программ фестиваля. А что это за площадки, то есть это были действительно кинотеатры, потому что мы ведь тоже живем в эпоху мультиплексов, когда в основном кино показывают уже в каких, ну, в таких специально построенных домах-коробках, где много, ну, то есть они, может быть, лишены такого очарования, как у нас вот в кинотеатре Splendid Palace, условно говоря, когда там приходишь, там что-то, интерьеры, фрески, там какие-то росписи, шторки, там. Как раз-таки существует два направления, да, то есть, естественно, мультиплексы, где удобнее всего одновременно показать несколько, даже там 10 фильмов, можно так сказать, в 10 залах показать 10 разных фильмов и на разную аудиторию. Естественно, это были мультиплексы, находящиеся тоже в центральном Берлине. Сам основной Берлинале Паласт, как известно, до прошлого года, по-моему, до 19-го года, это был Зоопаласт, это в западной части Берлина находящийся старый такой кинозал, но он именно построенный тоже вот в середине прошлого века, мне кажется, послевоенный. Вот, и оттуда перенесли уже в Берлинале Паласт, это на Потсдаммер площади, Потсдаммер, да, в центре Берлина, и рядом с ним же там мультиплекс находился, где и находится, естественно, вот, где можно одновременно посмотреть, и происходят пресс-показы и публичные показы, и также в разных частях города, на том же Александрплац, да, где находится знаменитая телебашня Берлина, да, это восточная часть, там тоже находится мультиплекс, где проходили сеансы. Параллельно этому, вот в прошлом году, в этом году мне не случилось этим воспользоваться, а в прошлом году, когда я ездила тоже на фестиваль, я тогда узнала, что там существует программа, где они включают в программу фестиваля возможность посмотреть фильмы из разных программ Берлина, в таких аутентичных арт-кинотеатрах, вот они такие бутиковые, можно даже сказать, они, как правило, не находятся в центре, они, как правило, где-то разбросаны больше так по пригородам, вот мы ездили даже специально садились на электричку, уехали минут, наверное, 25-30, вот, и я помню, что тогда меня это очень все поразило, там маленькая кафешечка, там такие уютные маленькие залы, с такими креслами, как вот дома ты проваливаешься просто вот в свой диван, вот так вот, вот именно вот такой вот кинотеатр, и он тоже находится в таком пригороде, в таком бюргерском, ну, как в нашем понимании мы представляем, да, такую Германию типичную, вот, и таких кинозалов, кинотеатров, естественно, там по одному залу, это такой отдельный вот именно бутиковый вариант, да, где вот также проходят показы фильмов из разных программ фестиваля, и, наверное, до 10 таких кинозалов, вот, по Берлину разбросанных, участвуют каждый год в такой программе. Насколько сложно найти кинотеатры, там, я понимаю, что приезжает турист и, предположим, покупает билеты, ну, и купил онлайн даже, предположим, вот теперь ему нужно сориентироваться, понять, успевает ли он с одного показа на другой доехать, как это все? Вот как раз-таки удобство того, локации основной фестиваля в этом году, по крайней мере, я так для себя вывела квинтэссенцию, что они очень удачно, как бы, сам премьерный, где «Красная дорожка» и основные конкурсные фильмы показываются, это «Берлинале палац», дворец «Берлинале», рядом с ним же «Мультиплекс» на 9 или 10 залов, в котором также проходят пресс-показы и публичные показы, то есть там буквально два шага дошел, да, там же пресс-центр у них находится, буквально, так сказать, ну, не в шаговой доступности, но, скажем, за 20 минут, если есть время там до 30-40 минут между сеансами, можно дойти до Фридрихштадт-паласса, вот, который находится на известной улице, некогда разделявшей «Берлин» на восточные и западные Фридрихштрассы, вот, и он тоже, как бы, один из таких вот, ну, старых, может быть, для нас, вот, тоже прошлого века постройки, и как раз-таки до него пешочком 20 минут, на электричке 5 или 7, ну, электричка, это как у них там, эс-бану-бан, да, то есть это как метро, наземное, подземное, вот, то есть основные какие-то фильмы мне удавалось вот сохранить вот в этом регионе, не уезжая особенно далеко от центра, ну, вот пару раз вот там на Александр Плац, ну, Плац, вернее, да, Александр Плац, туда приходилось ездить пару раз, да, и какие-то там еще, но это так вот, когда ты понимаешь, что вот сегодня у тебя спокойная программа, тебе не надо бегать между кинозалами, вот, потому что были дни, когда я 4-5 фильмов смотрела в день, да, то есть это буквально я действительно планировала так, что вот один за другим, у меня даже в Фридрихштрассе Плац было так, что у меня 4 фильма подряд было, то есть я специально вот выбрала все 4 фильма, которые там будут показаны, и в нем же все время находилась, там, вот, буквально выходя, может, подышать воздухом, потому что все-таки, все-таки, да, не видя белого света, иногда начинаешь какой-то мир грез переходить, вот, действительно, чем из себя и является кино. Насколько городские власти вот делают из этого праздник, то есть насколько это находит отражение в городе, в каких-то афишах, плакатах, я не знаю, там, в том, что, ну, не знаю, местные, там, стражи порядка специально помогают, не знаю, там, туристам заблудившимся объясняют, где и что. Я стражи порядка, если честно, видела только вот в самом центральном месте, это на площади Подсдамер, где находится вот основной дворец фестиваля, и все подъездные пути к нему, там есть специальное ограждение, да, чтобы там никто там с разбегу, с разгона ни в кого не врезался, вот, буквально только там какие-то были представители власти, скажем так, да, полиции или организующий порядок на улице. В основном, то есть как бы, я думаю, что они работали в привычном им режиме вообще по городу, да, и, возможно, так сказать, может быть, в штатском даже. Вот, а по идее, каждая площадка, ну, была оформлена медведем, это был либо такой световой стенд, да, либо, ну, вырезанный медведь, либо световой стенд, на котором нарисован медведь, и он с подсветкой. То есть, соответственно, каждый кинозат, и вот уже издалека подходя уже, ой, ура, я его нашел, особенно когда ты пытаешься сориентироваться вот по навигации, да, думаешь, правильно ли я иду, и вот издалека, завидя уже от этого красного, вернее, белого медведя на красном фоне, или красного медведя, соответственно, если он там вырезанный в световом ящике таком, то ты уже как бы понимал, что ты идешь в правильном направлении. Также площадки, где проходили какие-то премьеры, да, там граждения были завешены специальными баннерами, то есть, опять же, красный баннер с золотым медведем, вот, и с надписью Берлинале. То есть, по идее, весь город, там практически, я даже не считала все площадки, да, ну, их там, наверное, ну, до 10 точно, да, плюс еще вот отдельные вот фестивальные арт-хаусные, да, кинотеатры, да, также оформленные вот где-то там на выселках, ну, в нашем понимании, все-таки Берлин город большой, поболее Риги будет, и когда ты куда-то приезжаешь, и там буквально идешь-идешь там по какому-то пригороду, и видишь этого медведя, и вот какой-то маленький, красивый кинотеатр, и рядом с ним тоже стоит вот так же прекрасно оформленный, прекрасно оформленный кинотеатр, да. Ну, то есть, получается, что... По всему городу, да. Есть ощущение какое-то, что вот город живет этим, город как-то переживает вместе с приехавшими туристами. Мы, наверное, сейчас сделаем небольшую маленькую паузу, после чего продолжим программу «Синема», и я напомню, в нашей студии Наталья Яценко, которая делится своими впечатлениями о поездке на Берлинале. Продолжается программа «Синема», мы сегодня говорим о Берлинском кинофестивале. Наталья Яценко вернулась с Берлинале. Вот сразу, может быть, вопрос, который задавала жена в бриллиантовой руке. Софи Лорен видел, вот когда звезды там появлялись, ну, то есть, насколько вот там шел Канны, понятно, там красная дорожка. Мы, кстати, в прошлый раз говорили, что удавалось посмотреть с мостика все-таки на прибытие... Это Венеция-Берлинале. А, нет, это Берлинале-Венеция, да, да. Там можно смотреть с определенной, да, точки ракурса есть такое возможность. Почему? Берлинале ничем не отличается от других фестивалей крупных. Естественно, там тоже есть красная дорожка, и премьеры всех конкурсных фильмов проходят на ней, и, соответственно, то есть, звезд также можно видеть, плюс они дальше проходят после показа на пресс-конференцию, где присутствует как режиссер-продюсер, так и исполнитель главных ролей. Непосредственно я, скажем, мне удалось побывать на двух пресс-конференциях. Одна – это нового фильма Салли Поттер, так, «Неизбранные дороги», мне кажется, по-русски, да, «The Roads Not Taken», с Хавьером Бартемом и Сальмой Хаек и Эль Фаннинг в главных ролях. То есть, вот это все три как раз-таки этих персонажа и исполнители этих персонажей были. Да, они были на красной дорожке, они были на пресс-конференции. Также Агнешка Холланд, мне кажется, она на каждой Берлинале делает по фильму, такое ощущение, потому что якобы в прошлом году тоже ее фильм участвовал в конкурсной программе, в этом году она приехала тоже с новым фильмом, и там в основном были, скажем, «Польские и чешские актеры». Фильм, так сказать, она снимала не в Америке, а снимала вообще на студии Барандов Чехии, да, если так говорить теперь правильно, вот, где она, в принципе, и начинала свою карьеру, то есть она заканчивала там вроде в Праге, по-моему, кинематографический институт, и там же на студии Барандов и работала, вот, изначально. Сейчас она у нас известна как уже, так сказать, такая личность, работающая уже в Голливуде и на всевозможных сериалах, и известна уже больше, как, скажем, «Американская» фильм, да, вот, так что, конечно, там другое дело, что зависит от того, какие фильмы, действительно, премьеры каких фильмов проходят на этом фестивале, да, насколько там участвуют большие звезды, вот, и от этого, конечно, зависит, потому что, ну, как бы, любой фильм достоин внимания, естественно, актеры и режиссеры, может быть, менее знамениты в какой-то части света, да, или не настолько знамениты, как голливудские звезды, да, которые, может быть, больше посещают Канны, если так, ну, так, и Венецию, так, мне кажется, более так издалека выглядят, да, чем Берлин. Берлин имеет свой определенный шарм, и, естественно, туда тоже приезжают и выгуливают звезд на красной дорожке. Немецкий язык является ли камнем преткновения для тех, кто его не знает, предположим, ну, может ли это быть каким-то сдерживающим фактором для посещения Берлина? Нет, как правило, все, ну, скорее, надо знать, наверное, английский, он в международный язык, и в том числе и в кино, потому что фильмы не англоязычные или там картины снятые, скажем, не в странах, где английский язык основной, и, соответственно, это был бы оригинальный язык экранный, будут идти с субтитрами в том числе и на английском языке. То есть, если кому-то непривычно или плохо знает английский язык, вот это может скорее создать некий барьер, да, потому что фильмы, скажем, на неизвестном, незнакомом тебе языке, будут, ну, ты будешь вынужден читать субтитры, и поэтому это может немножко отвлекать или создавать определенное неудобство, да, для зрителя, для восприятия картины. Хотя, как говорит тот же Антон Долин, да, надо слушать актеров, и, ну, как бы, само впечатление не должно портить то, что ты не знаешь язык, да, то есть есть свой шарм, и в том, что, как бы, понимать, слышать, ну, как бы, тот голос, каким говорит актер или актриса, и уже вот путем интонаций, взглядов, пост и так далее, уже, как бы, понимать, может быть, суть сюжета, да. Господи, я вспоминаю, во времена московских кинофестивалей там была шутка, что, да, смотрел фильм на арабском языке с китайскими субтитрами, мой сосед немножко знал там английский и переводил мне имена. Вот. Ну, примерно, вот, все-таки, ну, я понимаю, что не было проблем благодаря английским субтитрам, в общем, все было понятно. Да, 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 те же, там, корейские или азиатские фильмы, ну, вообще, азиатские как таковые, корейские одни из них, да, вполне можно смотреть с английскими субтитрами, то есть мне это не создавало проблем, но, опять же, то есть это, как бы, отдельный уникальный случай, что просто хорошее знание английского языка. И там же повсеместно, в принципе, люди тоже, ну, как бы, немецкие, скажем, берлинцы, да, это, берлинцы, по-моему, правильно, берлинцы, да, и приезжие гости, практически все свободно говорили, понимали по-английски. То есть в данном случае, скажем, Германия, наверное, хотя, как известно, в Германии, мне кажется, фильмы идут тоже в дубляже, вот как вот в России это принято на русском, во Франции, мне кажется, тоже дубляж делают полный, да, и вот в Германии, мне кажется, тоже иностранная картина делает полный дубляж, а не субтитры, как у нас. Когда он нашел этот канал ProSieben, тогда вот было очень, я какое-то время смотрел, очень веселился, когда фильмы там с участием Шварценеггера, Сталлоне, то есть ты смотришь на немецком языке и как-то Шварценеггера, может быть, более так аутентично, все понятно, для него немецкий родной. Но, кстати, говорят же, по-моему, что его все равно дублируют в немецком теперь вот языке, потому что считают, что у него все-таки не настолько. Но он же не немец чисто, он австрийец, по-моему, да, и по национальности, возможно, у них там тоже есть свои диалекты, как у нас, я не знаю, там Латгалия, поэтому они не воспринимают его, да. Какие фильмы? Вот уже все-таки давайте перейдем к фильмам, и все так вокруг да около. Что произвело впечатление, сколько фильмов удалось посмотреть? В этот раз на фестивале я была пять с половиной дней, таких полноценных достаточно, и, как я уже сказала, по логистике посещения была возможность до четырех-пяти картин смотреть в день, особенно если они там в соседних кинозалах или кинотеатрах проходили. И в общей сложности мне удалось посмотреть 20 фильмов, да, судя по моим записям, потому что потом это все начинало превращаться уже в некий такой поток, киноинформационный поток. Вот, и какие-то картины, конечно, там сразу же пропадали в этой бурной реке, какие-то картины до сих пор остались в памяти. Скажу честно, я не смотрела, к сожалению, фильм «Победивший» на Берлинале, получивший «Золотого медведя». Это картина иранского режиссера Расулов, Мохаммеда Расулов, по-моему, да. Он, по-моему, ранее тоже участвовал в Берлинале, что-то получал, и он вообще сам не приехал, как говорится, персона невыездная. Как выяснилось, и за него получали на сцене продюсеры и главные исполнители роли и так далее. Вот, то есть этот фильм я не посмотрела. А, скажем, фильмы, которые получили другие призы, кое-что мне удалось из этого посмотреть, в том числе фильм, получивший гран-при или «Серебряный лев», не лев, «Серебряный медведь». Они с этими животными уже запутали меня, да. В данном случае, да, это медведь. Это картина американской режиссера. Я все-таки предпочитаю не использовать феминитивы, которые больше, насколько я... То есть я о ней раньше не знала. И Лиза Хитман, по-моему, если я правильно помню ее имя, фамилия режиссера. Она больше известна своим участием в Санденсе. Это фестиваль такого независимого авторского кино в Америке, проходящего в конце января каждый год. И тут, значит, вот она вышла со своей полнометражной картиной на европейский фестиваль в Берлинале. И он получил «Серебряного медведя» или гран-при. Картина такая, скажем, ну, как сейчас тоже модно и трендово, да, говорить о том, что, во-первых, то есть, опять же, участие женщин-режиссеров со своими картинами в кинофестивалях, то есть их соотношение, да, с мужскими, скажем, с мужчинами-режиссерами, да, в программах и конкурсах кинофестивалей, да, что очень важно. Я тоже даже за себя выписала, какие фильмы я посмотрела с режиссером женщиной и какие были режиссеры-мужчины, да. У меня женщины перевесили, по крайней мере, в моей программе то, что я успела посмотреть. Вот. А картина, на самом деле, такая неспешная и, скорее, такой роуд-муви, я бы его назвала, да, на такую достаточно, ну, неудобную тему, да. Да, это, скажем, две семнадцатилетние девочки собираются ехать из провинциального городка в Нью-Йорк, чтобы, потому что одна из них хочет сделать аборт. Вот. И, то есть, вот этот вот такой плавный, неспешный фильм, да, вот их путешествия, как они приезжают в Нью-Йорк, да, и, соответственно, ради цели сделать аборт. Вот. И я бы не сказала, что там это всё так показано натурально или что эти все переживания очень драматичны, да, там просто скорее, вот, мне кажется, я вот хорошо так обозначил роуд-муви, да, когда, скажем, герой, да, из определенной точки переходит в другую точку конечную, да, и, то есть, как бы делает какой-то выбор, какой-то решение, приходит к какому-то решению в течение этого пути и в конце его. Вот. Мне картина, в принципе, понравилась, потому что она, ну, как бы она не настолько зациклена на самой теме абортов, да, насколько просто, как бы, о жизни, вот, действительно, молодых девочек, ещё несовершеннолетней, да, женское, скажем, вот, такое предчувствие женского бытия, скажем, да, становления, вот, взрослыми, да, и вот, как бы, вот, пожинание плодов того, что мы когда-то там натворили, да, и с чего эта вся жизнь потом дальше, как бы, и будет продолжаться. А было ли ощущение, что эта картина получит награду, или пока вот в процессе просмотра ничего не говорила? Я её смотрела, когда уже какие-то оценки были сделаны, так называемым жюри кинокритиков, да, ей, в принципе, прочили достаточно, так сказать, высокий шанс на победу, и даже по оценкам жюри журнала Screen, да, который каждый день, соответственно, после каждого выхода премьерного фильма в конкурсной программе, да, появлялись оценки вот именно этого жюри, это в основном критики из разных стран, по-моему, там шесть или сколько человек, семь, вот, и у этого фильма действительно была самая высокая оценка, и все прочили, как бы, победу этому фильму. Я, конечно, ну, в принципе, поняла, почему, конечно, в итоге всё-таки выиграл другой фильм, да, иранский, и более такой политизированный, может быть, да, и там другая немножко тема, там смерти и смерти казни, да, да, даже больше, вот, и кто её совершает, и кто решает, кому умереть, кому жить, вот, и, понятное дело, плюс ещё как бы некий политический момент, да, то есть вот Иран, страна, львызной режиссёр, да. Иран вторая в мире страна, где приводится в исполнение после Китая, но учитывая размеры вот Китая и Ирана, всё-таки я понимаю, что это, ну, по отношению к населению очень большой процент. Да, поэтому, скажем, ну, тема, так сказать, женских перипетий, возможно, немножко не дотягивает, да, всё-таки до главного приза, вот, хотя она не менее насущна, да, и не менее актуальна, естественно, да, и понятное дело, что любая, скажем, женская тема, да, она может иметь достаточно большой вес в той же конкурсной программе. Только как она преподнесена, кем, да, и вот с каким, с каким посылом. Что ещё удалось посмотреть из такого вот порыва, что произвело впечатление? Вот до этого я немного узнала, там, опять же, так сказать, поинтересовавшись там в интернете, посмотря и почитав, да, некий проект «Дау», который там в России сильно нашумел, но до сих пор не вышел. Это такое экспериментальное кино, снимавшееся в течение многих лет, в Украине построены декорации, там чуть ли не созданной, там, с нуля, вообще, так сказать, площадка, да, ну, как вот институты исследовательские некие, да, в которые поместили людей, в основном непрофессиональных актёров, и каждому выдали свою роль персонаж и взаимодействие, как бы, в этом сообществе, да, в которое их поместили. И вот это всё снималось, я считала, что 700 часов было отснято, и там совершенно разные, скажем, сюжетные линии, разные персонажи, и вот одного из этих персонажей, насколько я поняла, наиболее такой скандальный, скажем, сюжет, да, был вот выделен как в отдельный фильм и показан в рамках конкурсной программы на Берлинале, это «Дау» Наташа, то есть это вот Наташа – один из персонажей, буфетчица в этом институте, да, вот, и её, скажем, вот, жизнеописание. Вот, ну, конечно, в коротком времени, то есть это там не от рождения до какой-то старости, вот, но такой фильм достаточно, ну, скажем, я теперь понимаю, почему в России, наверное, там всё-таки его порнографией пытаются назвать вообще, то есть «Дау» как проект вообще весь, да, то есть я так не совсем уверена, что это конкретно. Может быть, это один вот как раз-таки из сюжетов, который именно и вызвал такой резонанс, и поэтому они не могут получить прокатные удостоверения, и вроде как бы очень переживают, да, потому что, в принципе, то есть сам фильм как эксперимент, сам вот этот материал как эксперимент достаточно, ну, такой имеет сильное очень впечатление. Но получается, что этот проект сейчас разъят на части, то есть остальные, остальные там 700 минус 3 часа, это получается 697 часов, это лежат на полке или как? Я полагаю, что 700 часов – это общего отснятого материала, да, то есть понятное дело, что в какие-то мини-сюжеты этого сериала, да, долгоиграющего, вошли не все эти 700 часов, это, скорее всего, наверное, весь отснятый материал, потому что он снимался в течение, я даже боюсь сказать, я что-то где-то считала, проскальзывало 10 лет, ну, конечно, мы не все 10 лет от и до, да, от звонка до звонка, но все равно это достаточно большой период, да, и там много людей было задействовано, и, насколько мне известно, до этого премьера вообще всего вот этого, скажем, смонтированного фильма, да, там чуть ли не 8 или сколько часов состоялся во Франции, где-то в Париже, это я читала у Антона Долина, что вот он говорит, что вот это такое прямо новое веяние в кино, что такое надо показывать зрителям, что это, в принципе, ну, не то, что сносит башку, но башку сносит, потому что мы не привыкли к этому, да, мы привыкли к хорошо отлаженному монтажу, красивой картинке, да, понятно, что и ручная камера и прочее уже начинает входить, в том числе и в мейнстримовый кинематограф, но все равно, то есть, как бы, это все еще считается такой чертой непрофессионализма, да, или такой, типа, индепенденс. Ну, почему? Ведь в 60-е годы обожали снимать, там, и Энди Орхолл, и многие другие, там, Муха ползет по стене, там, Человек спит, например, там, его снимают, там, 8 часов, вот он спит, храпит, 8 часов... Но оно же не доходило до большого проката, все равно это было некое экспериментальное, это нативное кино. Нет, ну, показывали, показывали, люди там смотрели, впечатлялись. Ты, наверное, на каком-то кинофестивале, да, в Москве, в московском кинофестивале тоже стоял в очереди, чтобы посмотреть, как спит человек. Ну, как ползает Муха, нет, спасибо, это как бы, этого мне хватало в общежитии. Да. Хорошо, да, но «Дау Наташа», я понимаю, что это был вот фильм, который удалось тоже посмотреть. Да, мне просто было интересно, до этого я все время о нем слышала, читала, ну, вообще об этом проекте как таковом, да, очень много, как бы, было таких разных мнений, да, и поэтому, когда я узнала, что в программе будет «Дау Наташа», я думаю, что, ну, это просто надо видеть, это мастси, потому что иначе, ну, как бы, навряд ли он до нашего проката дойдет, но это совершенно по другим причинам, я не думаю, что у нас тут прямо это все воспримут как порнографию. Ну, понятно, что просто, если бы сказать, а теперь, друзья, 700 часов, вот, готовьтесь посмотреть, купил один раз билет и засел там на несколько недель в кинотеатре. Ну, один из фильмов программы, не конкурсная, а, по-моему, «Встреча», это новая программа, которую создали в рамках юбилейного фестиваля, там он шел, по-моему, 8 часов, и с перерывами вот его показывали, я, «Мальмкрок», по-моему, назывался, я, естественно, как бы пропустила, я посчитала, что лучше я посмотрю там 3 или 4 полноценных фильма, да, чем один 8-часовой, да, это, я думаю, что этот эксперимент я пока над собой ставить не буду, вот, но там и делали перерывы, то есть, все-таки, то есть, он не шел так с места в карьер, да. Ну, известно, что, по-моему, там есть спектакли, которые идут двое суток, то есть, это тоже требует определенных усилий от актеров и от зрителей, вот. Ну, хорошо, это те фильмы, которые были, ну, пожалуй, такими громкими, резонансными, что-то было еще из такого, что… Ну, в принципе, то есть, вот как я, например, вот просто для себя выписала, да, что фильмы, которые сняты режиссерами-женщинами и которые мне удалось посмотреть из, как из конкурсной программы, так и из других программ кинофестиваля, читаю. Одиннадцать фильмов, да, одиннадцать фильмов, это вот «Виденные мною», сняты режиссерами-женщинами, в том числе вот «Салли Поттер», «Неизбранные дороги», кстати, о нем тоже можно упомянуть, с Хавьером Бардемом в главной роли. Кстати, интересную тему затронула «Салли Поттер» о деменции, то есть, это не как о такой старческой болезни, да, то есть, это когда человек уходит совсем в небытие, в смысле, когда у него просто мозг не распознает, что сейчас, что было, что-то забыто, вот, то есть, человек фактически, ну, теряет ощущение времени и понимание того, где он находится и что с ним происходит, да, то есть, полная потеря памяти, да, ну, полная, частично, в разной степени, но это вопрос именно деменции, вот, и как раз вот Хавьер Бардем, главный персонаж, он и был тем, кто потерял, потерял эту память. Господи, то он, это, скафандр и бабочка был, парализованный, то теперь память потерял. Вот, наверное, он уже, как бы, вот он уже эту дорогу-то прошел, да, и теперь протоптал, и теперь он, да, топчет ее дальше, и, как говорится, до Оскара, чтобы дотоптать уже. Да, 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 вот, но фильм, к сожалению, «Критики» не… Это конкурсный фильм, «Критики» его как-то не очень восприняли, вот, хотя, мне кажется, интересно, подана была, вот, тема деменции, как таковой, да, и как Салли Поттер на пресс-конференции говорила, что вот ее спрашивали, а как вы изучали тему эту, почему вы ее взяли, а оказывается, у нее, по-моему, то ли брат, то ли дядя, я сейчас могу ошибиться, да, кто-то из близких родственников как раз-таки вот страдал деменцией, и поэтому, то есть ей это не чуждо, то есть она с этим сталкивалась в жизни непосредственно вот в своей семье, и поэтому, то есть как бы она эту тему очень хорошо знает. Ей захотелось эту тему преподнести, она говорит, почему бы это не преподнести как некую, не то, что провалы в памяти, да, как мы говорим, вот, а это какой-то, это, скажем, провалы во времени, то есть и путешествия в другие места, в которых ты думаешь, которые, мы не всегда знаем, был ли этот человек там, куда вот он возвращается мыслями, да, или это он сейчас придумывает себе просто новую историю, то есть она такие вот как time travel, да, то есть как путешествие во времени, и вот в разные места, в разные ситуации, которые вот в этом повествовании конкретно, вот до конца смотря фильм, ты не понимаешь, это было действительно человек, обрывки памяти у него всплывали, или это он совершенно просто вот в своем небытие, он начинал придумывать какую-то новую сюжетную линию своей жизни и людей, которые, может быть, никогда в его жизни не были, а на самом деле вот он о них вспоминает и думает. Вот в одном из таких воспоминаний была Сальма Хай, как его жена, вот, якобы первая, или его первая любовь, что-то в этом духе, да, а вторая, вот Эль Фаннинг, это его дочь, которая за ним присматривает, вот, с супругой он разведен своей, вторая, ну, американское все дело происходит в Америке, по-моему, в Нью-Йорке, могу ошибиться, ну ладно, пускай будет Нью-Йорк, вот, и вот-вот Хавер Бардем, который совершенно потерял память, и вот. Ну, такое звучит очень интересно, я думаю, что, может быть, даже и появится фильм. Нет, возможно, у нас, в принципе, до нас докатывается, у нас сейчас вот до сих пор, как бы, да, такой откат идет Каннского кинофестиваля, картины и в «Спландит Пелосе», и в «Кинобизе» тоже показывают, да, фильмы, которые вышли, были показаны, как конкурсные такие-таки, в том же «Двухнедельнике» режиссеров, да, то есть до нас что-то докатывается, но, мне кажется, с Берлина, с Берлина, вот, прошлогоднего, вот, как-то мало. Мне кажется, с Берлина меньше докатывается все-таки до нас, ну, вот, если мы говорим о Латвии, да, хотя хотелось бы больше. Я думаю, что, ну, какие-то, да, картины, естественно, более известных режиссеров, та же Салли Поттер, да, она у нас была три года назад на фестивале с фильмом «Вечеринка», такое черно-белое кино, вот, тоже с известными актерами, вот, там как раз-таки был хороший актерский ансамбль, и он действительно имел место быть и заслуживал внимания, и поэтому, естественно, то есть для проката был бы интересен. В данном случае, я думаю, Бардем тоже может быть таким триггером для того, чтобы все-таки этот фильм вышел на наши экраны. У нас буквально осталось пара минут, а я хотел задать такой деликатный вопрос по поводу бюджета путешествий. Если вдруг вот мы кого-то вдохновим, насколько доступно это путешествие в Берлин, насколько дорога жизнь там, насколько сложно снять... Жилье. Жилье, потому что, ну, на время фестиваля, понятно, может быть, там цены могут взлететь. Все зависит от того, к какому уровню комфорта вы привыкли и чем хотите заниматься. Обычно, как правило, на кинофестивалях, ну, если я еду с целью посетить кинофестиваль в каком-то отдельном городе, я всегда понимаю, что как бы я не буду проводить все время в гостинице, и поэтому мне уровень комфорта – это прийти, упасть, помыться и поесть, чтобы еще было, как бы, ну, может быть, включено, или где-то рядом это можно сделать, да, позавтракать, схватил, там, не знаю, круассан, кофе и побежал смотреть, там, сидеть в кинозалах, да, вот, и плюс еще там, не знаю, ходить по городу, общаться с людьми и так далее. Поэтому, то есть, как бы, в зависимости от уровня комфорта. Если вы привыкли к хорошему уровню комфорта, соответственно, то есть уровень цен уже будет другой. Вот. Я выбирала хостел, да, в центре города, и очень близко, там буквально 10 минут ходьбы до вот Подсдам площади, да, где непосредственно находились вот все основные ключевые кинозалы. Вот. И поэтому, то есть, как бы, я исходила из логистики, из того, что, как бы, мне только переночевать, и главное, чтобы не было тараканов, вот. И, так сказать, прилично, ну, как бы, хорошее место, уютное. Ну, плюс-минус, да, чтобы все-таки не спать, действительно, на улице. Ну, это я утрирую, вот. Но, в любом случае, да, действительно, это, скажем, и на сколько вы едете, опять же, то есть на пару дней или, там, на 10, на неделю, да, 7 дней, да. То есть, ну, я думаю, что, как бы, примерно за, ой, сейчас даже боюсь назвать цифру. Можно без цифр, знаете, давайте оставим это. Да, если кого интересует, могу сказать отдельно. Дорога до Берлина, я понимаю, что тоже сейчас достаточно... Дорога достаточно дешевая. Демократичная. Лоукостеры летают из Риги в Берлин регулярно, каждый день, и очень удобное время, не в ночи, не рано-рано утром, и поэтому, то есть, это все очень даже, да, вот, можно сказать, Берлин для нас в шаговой доступности. И в ценовой доступности тоже. Ну, что ж, на этой вот оптимистичной ноте мы сегодня и завершим. Наталья Яценко была сегодня гостем программы «Синема». Спасибо большое, всем хороших фильмов, и до встречи.